AC-CAM, две камеры в одной. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит и хорошего вам настроения. Новинка от компании AC-CAM, вот эти недорогие поворотно-зуммирующие, ну, в цифровом варианте, зуммирующие камеры, имеющие два объектива, которые независимо друг от друга снимают видео. Соответственно, вы получаете две камеры в одной, потому что одна может быть направлена в одном направлении, другая смотреть прямо. И вы, находясь в любой точке мира со своего мобильного приложения, можете наблюдать все, что у вас происходит на объекте и быть оповещенным в случае обнаружения движения только человека. У этой камеры есть еще и очень интересные фишки, о которых сейчас с вами поговорим. Ну, а для начала посмотрим, как она поставляется, что входит в комплектацию, я верю, досмотрев видео до конца, вы точно поймете, подходит ли она вам. Поехали! Поставляется вот такой вот розничной коробки, на которой нарисован сам продукт. И открывая коробку, самое первое, что нас встречает, конечно же, инструкция. Инструкция полностью должна быть на английском языке, но самое важное, Вот этот квадратный код или просто название приложения, работает камера в приложении ICC, то есть в прошивке Xmay. Также можно пользоваться мобильным приложением Xmay, Xmay Pro или ICC Pro, но рекомендуется все-таки ICC, вот это вот приложение. И там уже все будет на русском. И, собственно, инструкция там не нужна, потому что там будут подсказки на русском. В комплектации все, как обычно, герметичная муфта на разъем, потому что камера полностью уличная, предназначена для наших климатических условий. Пыль, влага защищенная, морозы, жара, это вообще легко. Самое главное, чтобы во время мороза, там, минус 40, предположим, или выше градусов, чтобы она была подключена к питанию. Тогда весь механизм все будет нормально работать, ну и чтобы на нее не стекало, как в некоторых случаях, мне пишут, вот, у меня камера сломалась. А по факту стекает вода, там, по ней замораживается, камера просто куском льда стоит, люди до отказа начинают сжать в приложении, чтобы она вращалась, и, конечно же, там что-то с камерой может случиться. Это с любой камерой может случиться. То есть, если камера правильно висит, правильно подключена, то будет работать, служить вам долгие-долгие сезоны. Дюбеля саморезов для крепления кронштейной камеры, ну и вот такой вот блок питания малогабаритный, вилка, евровилка на 220 вольт, даже лампочка светится, питание, ну и вот этот разъем DC. Ну и, друзья, сама камера, вот так вот с логотипом AC Cam, корпус из EBS, чтобы на металле у вас лишние деньги не забирать, потому что это значительно дешевле и ничем, в принципе, не уступает металлу. Конечно же, снимите пленочки, чтобы они ЭК-подсветку не отражали, что это, что другое. Вот такие вот пленочки защиты. Камера вращается практически на 350 градусов по горизонтали и на 90 градусов по вертикали. Соответственно, в принципе, все углы обзора ей доступны, может вокруг себя осматривать, ну а вот эта камера неподвижна. У одной камеры чуть больше угол обзора и чуть меньше детализация, то есть она следит просто за общей картиной у другой камеры. Чуть меньше угол обзора, но выше детализация и может осматривать территорию. При наступлении темноты камера автоматически переключается в ночной режим ИК черно-белой съемки и снимает в полной темноте в черно-белом режиме на расстоянии где-то 25 метров. Также в камере встроены светодиоды, как фонарики, и она может их включать как автоматически при обнаружении движения, так и специально, так и в постоянном режиме цветного ночного видения. В чем, в какой одежде и в какого цвета была одежда на злоумышленнике, ни до чего, или какого цвета машины и так далее. Или если это включается автоматически, это может спугнуть злоумышленника при обнаружении движения, создав впечатление того, что вы находитесь на объекте и включили свет. К интернету камера подключается двумя путями. Два хвостика, это для подключения к блоку питания, вот этому самому. А второй разъем для проводного подключения к интернету. То есть по витой паре, предположим, напрямую к вашему роутеру, подключаетесь и камера автоматически в интернете, вы сразу можете ей пользоваться, добавить ее в приложение и так далее. Либо подключается по Wi-Fi. Для того, чтобы удаленно с вашего смартфона управлять камерой, смотреть, что-то происходит, получать пуш-евдомление по обнаружению движения, или, предположим, даже просматривать архив с SD-картой памяти. Можно установить в камеру, до 128 гигабайт поддерживает, и вы удаленно можете абсолютно даром просматривать все, что у вас было там недели-две назад, в зависимости от того, какой режим записи выбран. Здесь же, кстати, под герметичной крышкой находится кнопка Reset, сброс для заводских настроек, для того, чтобы если вы камеру будете с объекта на объект перевозить, чтобы она забыла прошлые настройки Wi-Fi. Кроме того, помимо того, что камера записывает видео, она также еще и пишет звук, и еще умеет его воспроизводить. То есть у нее есть встроен микрофон и динамик для двухсторонней связи. Привет-привет. Всем хорошего настроения. Всем привет. Всем хорошего настроения. Динамик такой тихий. Если где-то в помещении, в магазине, со своими сотрудниками разговаривать можно, а так как бы это тихо. Тихо. А меня как? Сейчас, поехали. Тихо. Как можете заметить, динамик и микрофон здесь скорее как дополнительная функция. Особо тут так сказать, что прям шикарно все слышно. Нет. Ну, может, как вот там в тихом помещении спокойно можно общаться и услышать что-то да как. Но это точно не для улицы. Включение, друзья, самое что-нибудь простое. Справится даже любой без опыта видеоблюдения. Необходимо подключить блок питания, то есть к питанию камеры. В первое время камера сейчас будет себя тестировать и делать вот такие вот тестовые повороты. Поэтому лучше ее придержать, чтобы механизму ничего не препятствовало. И, к сожалению, при включении-выключении питания она каждый раз это будет говорить и каждый раз будет делать обороты и возвращаться в то состояние, в том направлении, где вы ее оставили. Любым удобным вам приложением сканируйте этот квадратный код для удобства. И можете скончать в Play Market или App Store абсолютно даром приложение, которое называется так вот, ICC. Оно у меня уже скачано, уже установлено. Регистрация самая простая, там по почте на почту приходит там что-то и все, и подключаетесь. Ну, как любое другое приложение. Смотрите, как сейчас сделали вообще. Это, кстати, самое, что есть часто обновляемое приложение. Прошивки XMAY, XMAY, ICC PRO, они все время делают какие-то дополнения, обновления, все что-то у них кипит бурно. И смотрите, я еще не успел включить, уже появилось, что камера, одна камера в сети. Вот, мы ее подключаем. Сразу же нас перекидывает в настройки роутера. То есть, вот мой роутер, и здесь необходимо написать пароль от Wi-Fi, ну, чтобы камера смогла подключаться к интернету через Wi-Fi. Вот, у меня уже автоматически все написалось, потому что уже не первая камера. Не успел даже камеру на место поставить. Ну, а далее вам нужно придумать свое какое-то название камере, либо воспользоваться предоставленными шаблонами. Предположим, это будет гараж, да, либо написать что-то самим. Первоначальные настройки, куда будет вести запись. Локальное хранилище, то есть на SD-карту памяти, либо облачное хранилище. Облачное хранилище, как абсолютно у всех, друзья, запомните, будут специально писать всякие местные продаванные, дезинформацию, там, перекидывшись покупателями. У всех абсолютно единственная платная функция – это облачное хранилище. Все остальные функции камеры абсолютно даром. Выбрав режим записи по тревоге, вы значительно будете экономить, скорее всего, место на вашей SD-карте памяти, потому что так вот 24 часа в сутки будет беспрерывная запись, а так вот только по тревоге. Ну, и находить что-то в архиве самое важное будет значительно проще, чем все вот так вот проглядывать. Смываем далее. Ок. Здесь сразу же, видите, пуш-уведомления, они тоже по умолчанию включены, можете выключить, но лучше оставить. И вот у нас, видите, появилась в списке всех камер, появилась камера вот «Гараж», которую мы назвали. Кликаю. Все. Вообще за секунду. Вот сразу же нам рекламкой предлагают облачный сервер, друзья. Это по желанию. Облачное хранилище. Здесь, опять же, на русском все объясняется. Смотрите, еще вот такое новшество. Цилиндрическая скоростная купольная камера, то есть та, которая подвижная. Теперь поддерживать функцию «Навести» и посмотреть. Типа калибровать камеру. Если нажимаем «Калибровать», ну, на столе это лучше не делать, это надо делать все-таки на месте. И когда у вас что-то на неподвижной камеры выбираете, вот эта камера подвижная сразу же туда наводится. Ну, кстати, о чем я говорил, видите, сразу же есть обновление ПО. Ну и вот, друзья, повесил камеру на улице, и изображение, друзья, сейчас переключим на высокое разрешение. Посмотрите, какая детализация. Опять же, управлять можно вот таким вот образом, при помощи джойстика здесь уже все точно. Так, наверное, даже будет более правильно. Вот при помощи джойстика, право-лево. В принципе, отклик хорош. Номер автомобиля будет виден, наверное, на расстоянии около 25 метров. По управлению, друзья, все просто. Вот это первая неподвижная камера. Вот это вот уже подвижная камера. У нее чуть больше угол обзора оказался. То есть, вы получаете две камеры в одной. Одна смотрит в одном направлении, другая смотрит прямо. Вот такие вот моменты. Можно сделать четыре камеры одновременно просматривать, если у вас несколько камер. Здесь же на главной настройке звуковой и световой сигнализации разные режимы. Режим управления. Цветовая, инфракрасная, ночная подсветка. По умолчанию она двойная. То есть, без движения включается, работа только инфракрасная в полной темноте. С движением включаются еще и фонари. И можете выбирать, какие варианты. Только цветной, то есть, только всегда фонари. Либо только инфракрасная подсветка, либо двойная. Здесь же настраивается чувствительность. Дальность, ну это точнее время исполнения освещения. Стоит 60 секунд. Можно сделать поменьше, предположим, 10 секунд. Будут яркие фонари включаться и после 10 секунд без движения выключаться. И интеллектуальное оповещение. Важный пункт это обнаружение движения только людей, что сводит ложные сработки к минимуму. К примеру, сейчас у меня на участке бегает пес, и на него камера вообще никак не реагирует, и не присылает вот эти вот пуш-увдомления, которые сейчас ко мне пришли. Можно включить, показать след. Это будет просто движение человека, отображаться такой вот рамкой. Это зрелищно, конечно, но немножко притормаживает систему. У всех камер я заметил. Лучше всего это по умолчанию, вот как есть, и настройки оставить, ничего особо не включать. Настройки умного правила. Все так будет включено. Есть вот эти всякие алгоритмы. Линия пересечения в ту, в другую сторону, там разные варианты. Есть зона обнаружения движения. Вот она по умолчанию. Вот эта красная, это зона обнаружения движения. Ее можно гибко подстраивать как угодно. Предположим, вы оставили какой-нибудь свой автомобиль на стоянке. Можно вот так вот в рамочку его взять, и в случае, если кто-то заходит в эту красную зону, или заедет, вы получите пуш-увдомление. Разные формы есть и так далее. Все это можно настроить. В принципе, у всех камер в прошивке XMAY вот такая функция есть. Настройки поворота по ТЗ. Это, я так понимаю, время, когда камера потеряла объект, и через сколько секунд она вернется на исходную позицию, в какой она обычно находится. Вот эта точка у нее сейчас будет всегда постоянной, куда камера будет возвращаться после потери обнаружения движения объекта. То есть камера умеет следить за силуэтом человека в кадре не только по горизонтали двигаясь, но и по вертикали, создавая впечатление полного контроля. Силуэт человека распространяют на расстоянии около 20 метров. 25, конечно, уже нет. А так, слежение настроено хорошо, держат в середине кадра. Вот камера за мной следила, зашел в дом, то есть вышел из ее поля зрения, и через какое-то время, которое мы выставили, 10 секунд или сколько там, камера возвращается на исходную позицию. Можно задать избранные направления, их можно множество выбрать, как-то их подписать, и потом, переключаясь по ним, быстро переключать камеру в заданных заранее направлениях. Можно добавить какие-то направления поворотной камеры, задать ей ритм, и она будет по этим направлениям двигаться, как бы обследуя ваш объект. В данном разделе отображаются тревожные фотографии. Вот видите, камера обнаружила человека, силуэт человека, и сделала фотографию. Здесь у нас хранятся фотографии, а для того, чтобы посмотреть архив, вот есть вот, видите, пункт воспроизведения, переходите в него, и появляются вот такие уже, как мини-клипы, там, где было обнаружение движения человека, так как настройки выбрали мы именно такие, чтобы сэкономить место. И вы можете просматривать архив хоть два месяца назад, хоть три, в зависимости от того, как у вас там часто движуха, и какая SD-карта у вас установлена. Если пользуетесь облачным хранилищем, вот здесь вот переключаетесь, пользуетесь облачным хранилищем. Вот перед вами, если интересно, расценки. Можете поставить на паузу и изучить. Допустим, за год 149 долларов, да, как вариант. Чем больше перевод, тем дешевле. Но я облачным хранилищем вообще, в принципе, нигде не пользуюсь. Можно выбрать режим не беспокоить, то есть в какие режимы камера не будет присылать пуш-уведомления, либо вести запись. Все эти моменты вы можете настраивать, в случае, если у вас, допустим, магазин, и вам не нужно получать кучу пуш-уведомлений по обнаружению движения, пока магазин работает, а нужно только, чтобы он переходил в режим охраны, когда магазин закрывается. Это все также можно в автоматическом режиме по времени настроить, и все это будет каждый раз так срабатывать. Настройки сети, хранилище облачных хранилищем, расширенные настройки. Можно, кстати, поделиться доступом к этой камере с вашими коллегами, родственниками, и также могут просматривать, либо даже управлять камерой, в зависимости от того, какой доступ вы дадите. Он достаточно простой, все логично, понятно, справится, в принципе, любой, даже без опыта видеонаблюдения. Вы видели, как вообще подключилось, буквально, ну, не знаю, в два нажатия. Как по мне, качество видео вполне себе нормальное. Конечно, это не Sony матрица, это какая-нибудь там средненькая Smart Sense, и тем не менее, здесь около там 3-4 мегапикселя. За цену до 3000 рублей, да еще и с быстрой доставкой со склада России, по сути, две камеры в одной, с очень яркой, мощной фонарной подсветкой, да и ИК-подсветкой метров на 25, в принципе. Кстати, появилась новая функция, не показал, может, кому-то будет полезно. После калибровки камеры, кликая на какое-то место у статичной камеры, поворотная камера будет поворачиваться в том направлении, куда вы приблизительно кликаете. Таким образом, можно быстро направить камеру на какой-то важный объект. И вроде как при обнаружении движения на статичной камере, поворотная камера может тут же повернуться на движущийся объект и отслеживать его. В общем, лично мне камера за эту цену кажется вполне годная. Может служить вам и сигнализацией в случае обнаружения движения именно человека, пуш-уведомления приходят буквально в считанные секунды. Ночное видение тоже вполне годное, ИК-подсветка без засветов. Ну а фонари, которые у камеры действительно очень яркие, служат хорошим автоматическим уличным освещением. В общем, ссылку на эту камеру вы можете найти в описании под этим видео, именно поэтому переходите, заказывайте, уверен, вам понравится. Ну а я надеюсь, видео было полезно. Если так, то ваша подписка на мой канал, если не подписаны, палец вверх и приятный комментарий замотивирует меня еще больше продолжать стараться для вас. Вам пустяка, мне сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности, лада в сердце. С вами был Йош, пока.